Беседа 42. Иоанне 19.21. Когда же это совершилось, Павел положил в духи прошед Македонии Яхайю и Кизерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонии двоих исклуживших ему Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В это время произошел немалый мятеж против пути Господня. Пробывший довольно времени в городе Ефесе, Павел опять хочет идти в другое место. Потому посылает Тимофея и Ераста в Македонию, а сам остается в Ефесе. Как же он прежде, вознамерившись отправиться в Сирию, опять возвращается в Македонию? Это с целью показать, что он делал все несобственной силой. Вместе с тем предсказывает и будущее. Подобает, говорит, мне быть в Риме. И это, сказал он, может быть, желая утешить учеников известием, что он не останется в Иерусалиме, но опять придет к ним и таким предсказанием ободрил души их. Отсюда я заключаю, что он в Ефесе написал послание к Коринфянам, в котором говорит, не хочу оставить вас в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии. Второе к Коринфянам 1.8. Он обещал прибыть в Коринф и потому извиняется в своем замедлении и указывает на искушение, разумея поступок Дмитрия. На этот же поступок указывает и писатель в словах. И немалая была молва на путь. Опять опасность, опять смятение. Весь ли превосходство Павла? Совершились двойные знамения, а они противоречились. Так через все вплетаются события. Ибо некто серебряный именем Дмитрия, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, и говоря, что делами и руками человеческими несут боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Неужели у них были серебряные храмы? Вероятно, это были небольшие кевории, подобие храма. В Ефесе Артемида была в большой чести, так что когда храм ее был сожжен, то жители до того огорчили, что запретили даже произносить имя виновника этого пожара. Смотри, как идолослужение везде поддерживается корыстью. И те из корысти расставали на Павла. Иоанне 16.16. И этот из корысти не потому, что их богопочтение угрожало опасность, но потому, что они лишились возможности прибытка. Посмотри и на злобу этого человека. Он был богат, и для него не было бы от того большого вреда. Более могли потерять прочие, которые были бедные и содержались дневными трудами. И однако они не говорят ничего, а только он. Сообщников своих по ремеслу он делает сообщниками возмущение. Преувеличивает опасность. Это значит почти то же, что нам при нашем ремесле угрожает опасность умереть с голоду. Самые слова его могли бы обратить их к благочестию. Но они думают, что если этот человек Павел столь силен, что всех обращает, и самому почитанию богов угрожает опасностью, то как велик должен быть Бог его? Он может даровать нам гораздо более того, за что мы опасаемся. К этому он мог предрасположить души их словами. Они не суть боги, делаем руками человеческими. Заметь, чем огорчается Елена. Тем, что было сказано, что от человеков бывает не суть боги. Он постоянно склоняет речь к своему ремеслу. Потом, чтобы еще более раздражить их, он говорит, и не только это приемлет беду. То есть, не говоря уже о прочем, и великой богине Артемиды храм будет разрушен. Чтобы показать, будто он говорит это не из корысти, смотри, что прибавляет, которую вся вселенная почитает. Видишь ли, как он свидетельствует о превосходстве силы Павла. Как слабо и ничтожны все прочие, если человек гонимый и занимающийся деланием палаток мог сделать так много. Так, сами враги свидетельствовали в пользу апостола. Там они говорили, вот, они наполнили Иерусалим учением своим. Здесь он может разорить величие Артемиды, и прежде говорили, которые развратили вселенную и сюда пришли. А теперь, что и часть наша богослужения придет в запустение. Так иудеи говорили о Христе. Видите, что весь мир идет за ним, и придут римляне, и местом всем городом завладеют. Слышавшиеся исполнились ярости. Когда произошла ярость? Когда услышали об Артемиде и о прибытке. Таково свойство простого народа. Он увлекается и раздражается случившимся. Поэтому с ним надо поступать во всем осмотрительно. Заметь, как они были легкомысленно, так что готовы были склоняться на все. Выслышавшие это, они исполнились яростью и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши Македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. 370. Опять нападает без причины, подобно как иудеи на Иосона. И готовы на все. Так мало они думали о благородстве и чести. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не запустили его. Так же и некоторые из российских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище. Просили, потому что там было собрание людей беспорядочных, готовых решиться на все по безумному увлечению. И Павел повинует, что он не был не тщеславен, нечистолюбив. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Такова толпа. Устремляется на все безрассуждение, подобно огню, устремляющемуся на дрова. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Иудеи вмешались в дело по смотрению Божьей, чтобы после они не могли ничего сказать против этого. Вызывается Александр и говорит, «А что, послушай, когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали, «Велика Артемида и Фесская!» Подлинно детский у них ум. Как бы опасаясь, чтобы не истощилась их благочесть, они кричат непрестанно. Два года пробыл там Павел, и смотри, сколько еще было еленов! Веситель же порядка, утишив народ сказал, «Мужи Ефесские!» Такой человек не знает, что город Ефесс есть служитель великой богини Артемиды и Диапета. Таким предисловием он утишил их ярость. И Диапета, говорит, это как будто дело не было ясно само по себе. Диапетом назывался другой храм. Или Диапетом они называли изображение Артемиды, как будто эта глина не спала от Юпитера, а не сделана людьми. Или так называлось у них другое какое-нибудь украшение. Если же в этом нет спора, то надо бы на вам быть благоразумными, спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Следовательно, все сказано против апостолов ложно. Он говорит это к народу, чтобы успокоить его. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее нынебудь, обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Говорят о законном собрании. По закону их, в каждый месяц происходили три собрания, а это было незаконное. Потом устрашает их, говоря, что нас могут обвинить в крамале. Но обратимся к вышесказанному. Говорит писатель, когда раскончалось сие, положил Павел в духе пройти Македонию. Делает это не по человеческому усмотрению, но в духе, по внушению, которого и решается идти. Это означает слова положил. Оно имеет именно такой смысл. А почему он посылает Тимофея и Ераса, об этом не говорится, но мне кажется, что и об этом надо бы сказать. В духе. Поэтому, говорит Павел, он благоволил остаться в Афинах. Шестернекистам 3.1 И смотри, посылает двоих служащих ему, чтобы они возвестили о его прибытии и сделали те более готовыми. А сам Долий всех остается в Азии. И справедливо, потому что там было многочисленное общество философов. Пришедший туда, он опять беседовал с ними, потому что там было великое суеверие. Ибо некто Дмитрий, Серебренник, собрав подобных себе, так это было общеизвестно, что Павел все обратил много народу. Не насилием он действовал, если обратились. Так и должно убеждать город. Потом говорит о том, что касается их, что делаемые руками суть не боги. Что это значит? Он уничтожает, говорит, наше ремесло. А чтобы они не подумали, не сказали, что один человек делает такие дела, и что если он имеет такую силу, то должно повиноваться ему, прибавляет, которую вся вселенная почитает, а не думали, что крик их может воспрепятствовать Духу Божию. Настоящие дети были елены. И от этого, говорит, довольство жизни нашей начнет принижаться. Если же от этого занятия зависит ваше благосостояние, то как мог убедить человек, неизнатный? Как он мог преодолеть такой обычай? Какими делами или какими словами? Поистине, это дело не Павла, не человека. И достаточно было бы сказать, что суть не боги. Если же так легко было неспровергнуть это нечестие, то давно следовало отказаться от него. А если бы оно было сильно, то невозможно было бы так скоро неспровергнуть его. И не только, говорит, сия будет принижено, прибавляет это, как бы намереваясь сказать нечто более важное. Слышавши же и бывшие исполненные ярости, вопили велика Артемида и Сеская. А у них в каждом городе были свои боги. Они были в таком состоянии, как будто криком своим хотели восстановить ее почитание и уничтожить все, сделанное Павлом. 372. Такова беспорядочная толпа. Павлу же, говорит, писатель, когда он хотел войти в народ, ученики не позволили. Павел хотел идти и говорить речь. Он и самыми смятениями пользовался, как случаями, к научению. Но ученики не допустили его. Смотри, какое он везде, имели они о нем попечения. И прежде они удаляли его, чтобы ему не было нанесено смертельного удара, и теперь удержали, хотя и слышали, что ему еще должно видеть Рим. Предусмотрительно он предсказал им об этом, чтобы они не смущались такими событиями. Но они не хотели, чтобы он потерпел что-нибудь. Зная его ревность, они умоляли, так любили его все верные. Для чего, скажешь, Александр хотел говорить речь? Разве он был обвиняем? Для того, чтобы найти случай все рассеять и угасить ярость народа. Видишь ли, как велико было неистовство. Хорошо и вразумительно говорит книжник, что есть человек, который не знает Ефесский город. Говорит о том, за что они опасались. Как бы так, говорит, разве вы не почитаете этой богини? Не сказал, кто не знает Артемиды. Но город наш, желая угодить им, без всякого прикословия известен всем. Здесь уже укоряет их. И как бы так, говорит, чего вы ищете? Как будто это неизвестно. Очевидно, что оскорбление касается богини. Благочестия они желали сделать предлогом для своей выгоды. Потому он незаметным образом укоряет их и показывает, что они собрались безрассудно. И ничто, говорит, здесь не нужно делать, так как это бесчиняя этими словами выражает, что они поступили необдуманно. Говорит, что из частных несогласий не следовало делать общего собрания. Ибо мы можем быть обвинены. Этим приводит их великое и недоумение. Смотри, как благоразумно, как мудро говорят неверное. Таким образом он укоротил ярость их. Как легко она возбуждается, так легко и укращается. И сказав это, распустил собравшийся народ. Говорит писатель. Видишь ли, как Бог попускает искушения, чтобы они ими возбудить и пробудить учеников своих. И сделать их более твердыми. Итак, не будем упадать духом во время искушения. Он сам подаст и облегчение, чтобы мы могли их перенести. Ничто так не содействует любви и общению, как скорбь. Ничто так не соединяет и не связывает души верующих. Ничто столько не способствует нам, учителям, чтобы слова наши выслушивались со вниманием. Слушатель благоденствующий бывает беспечен и неравив, и считает за беспокойство для себя слушать поучающего. А удрученный скорбию и страданиям с великим усердием предается слушанию. У кого душа отягчена скорби, тот везде ищет себе утешение от скорби. А слово доставляет немалое утешение. А что же скажешь иудеи? Почему они, претерпевая бедствие, малодушевствовали и не слушали? Потому что они были иудеи, всегда слабые и жалкие. Причем их скорбь была очень велика. А мы говорим об умеренной. Смотри. Они надеялись освободиться от угнетавших их бедствий. Их подали в бедствия еще более тяжкие и бесчисленные. А это немало поражает душу. Скорби удерживают нас от пристрастия к настоящему миру. Мы благодушно ожидаем смерти и не бываем привязаны к благам телесным. А в том и состоит важнейшая часть любомудрия. Чтобы не быть привязанным и пристрастным к настоящей жизни. Душа удрученная скорби не заботится о многом. Она желает только спокойствия и тишины. Она хотела бы освободиться от настоящих бедствий и более ничего. Как тело, утомленное, изнуренное, не способно ни предаваться наслаждениям, ни присыщаться, но имеет нужду в отдохновении и спокойствии. Так и душа, удрученная множеством бедствий. Ищет отдохновение и спокойствие. Душа чуждой скорби волнуется, метется, надмивается. Напротив, душа чуждой удовольствий и ничем не расслабляемая. Вся сосредотачивается в самой себе и не надмивается. Это бывает мужественную, а та детски слабую. Это основательную, а та легкомысленную. Как что-нибудь легкое, упавшее в воду, колеблется волнами, так и душа, предавшись великой радости. От множества удовольствия у нас бывает и множество грехов, что может видеть всякий. Представим, если угодно, два дома. Один наполненный отправляющими брачное пиршество, другой – сетующими. Войдем мысленно в тот и другой и посмотрим, который из них лучше. Дом сетования окажется исполненным любомудрие, а дом брака бесчиния. Смотри, здесь в самом деле нескромные речи, беспорядочный смех, еще более беспорядочные движения, одежда и походка, исполненная бесстыдством. Действия, отличающиеся безумием и непристойностью. Вообще здесь нет ничего, кроме смешного и достойного осмеяния. Говорю не о браке, да не будет, но о том, что бывает на браке. Здесь не извращается природа человеческая. Присутствующие обращаются из людей в бессловесных животных. Одни ржут, подобно коням, другие бьют ногами, подобно ослам. Все в беспорядке, все в смятении. Нет ничего благопристойного, ничего благородного. Здесь великое торжество для дьявола. Кимвалы, плейты, песни, исполненные прелюбодеяния и разврата. Не так бывает в жилище сетывания. Все там бывает благопристойно. Там глубокое молчание, совершенная тишина, великое сокрушение. Нет ничего непристойного, ничего бесчинного. Если же кто станет говорить, то все слова его звучат, как исполненные любомудрие. И что достойно удивления, в таком случае бывают любомудрыми не только мужи, но и слуги, и жены. Таково свойство скорби. Старается утешить сетующего, высказывает множество мыслей, исполненных любомудрия. Тотчас начинаются молитвы, чтобы скорбь не выходила из пределов. С готовностью утешает страждущих, исчисляет множество примеров, подобных же сетующих. Ведь что такое человек? Исследует нашу природу. 374. Что такое человек? При этом раскрывает его жизнь и ничтожество, вспоминает о будущем, о суде. Каждый отходит домой с брака, прискорбным, потому что сам он бывает в расстроенном состоянии. А сетывание радостным, потому что видит себя свободным от подобного бедствия и возвращается с душою, успокоившись от всякого неумеренного пожелания. Но что? Хочешь ли сравним между собой темницы и зрелищ? Эти места одно сетывание, другое удовольствие. Посмотрим, что происходит в каждом из них. Там, в темнице, великая любомудрия, потому что где скорбь, там непременно и любомудрия. Там человек прежде богатый и надменный, не чуждается беседовать со всяким, кто к нему обращается. Страх и скорбь, как бы какой сильнейший огонь, проникая его душу, смягчает ее грубость. Там он делается кротким и смиренным. Там он постигает превратности жизни, терпеливо переносит все. На зрелище же все напротив. Здесь смех, бесстыдство, бесовское веселье, бесчиние, потеря времени, бесполезное употребление целых дней, возбуждение нечистых пожеланий, упражнения порочных похотей, школа прелюбодеяния, училище разврата, поощрение безнравственности, побуждение к смехотворству, примеры непристойности. Не такова темница. Там смирение, вразумление, упражнения в любомудрии, презрение житейских благ. Все земное попрано и презрено. И страх бодрствует над человеком, как пестун над дитятией, направляя его ко всему должному. Но если хочешь, посмотрим на те же места с другой стороны. Я желал бы, чтобы ты встретился с человеком, который идет со зрелища, и с другим, который выходит из темницы. И увидел бы, как душа первого возмущена, неспокойна, поистине, точно связана, и как душа последнего спокойна, свободна, возвышена. Тот идет со зрелища, скрепленный виздом тамошних женщин, несет на себе оковы, которые тяжелее всяких железных оков, всех мест, слов, действий. А выходящий из темницы, будучи свободен от всего этого, не чувствует и ничего прискорбного, сравнивая свое положение с положением других. Он будет считать за счастье, что свободен от уст, пренебрежет человеческими делами, видя, как многие богатые впадают в несчастье. И будучи прежде великой чести и силой, содержится там заключение. Если он испытывает какую-либо несправедливость, то он перенесет это терпеливо, потому что там много примеров и этого. Будет вспоминать о будущем суде и содрогать в виде настоящих места заключения. И как заключенные здешние темницы становятся кротким ко всем, так и те, еще прежде суда, еще прежде будущего дня, станут кроткими и к жене, и к детям, и к слугам, но не так возвращающиеся со зрелища. Он с неудовольствием будет смотреть на жену, будет жестоко обращаться со слугами, и гневаться на детей, будет свирепым ко всем. Много зла причиняет городам зрелище, зла великого. Мы даже не знаем, насколько великого. Если вы не утомились, посмотрим еще на места смеха, разумея пившество, где тунеядцы, льстяцы, великое невоздержание, и на другие места, где хромые и слепые. Там пьянство, объедение, разврат. Здесь все напротив. Посмотрим на наше тело, когда оно тучно и изнеженно. То скоро впадает в болезнь. А когда истощено, то не так. Скоро заболевает. Но чтобы сделать для вас яснее слова мои, представим тело многокровное, тучное и переполненное. Оно даже от легкой пищи может впасть в горячку, если будет оставаться в бездействии. Представим другое, которое издавна подвергалось голоду, изнеможению. Болезнь нескоро может его постигнуть и преодолеть. В нас часто и здоровая кровь порождает болезни, если ее слишком много. А если ее будет немного, то хотя бы она была не в здоровом состоянии, легко может быть и излечена. Так и с душою. Если она предана роскоши и удовольствием, то легко склоняется на грех. Она близко и к гордости, и невоздержанию, и тщеславии, и зависти, и коварству, и клевете. Не такова душа, живущая в скорби и воздержании. Она далека от всего этого. Вот и наш город велик. Откуда же происходит зло? Не от богатых ли? Не от радующих себе? Кто влечет других в судилище? Кто расхищает имущество? Те, которые живут в бедности и угнетении, или те, которые надневаются и радуются? От души, угнетенной скорби, не может произойти какое-либо зло. Павел знает пользу от нее, поэтому и говорит, а скорби происходит терпение. Не будем же падать духом во время скорбей. Рим. 5.3 Но за все благодарить Бога, чтобы получить великую пользу, чтобы заслужить благоволение от Бога, который попускает скорби. Великое благо скорбь. Это мы можем видеть и на детях своих. Ничему полезному они не могут научиться без скорби. Но мы еще более нежели они имеем нужду в скорби. Если они цветут, тогда, когда их страсти бывают укращаемы, то тем более это нужно нам, которые подвержены столь многим и столь великим страстям. Мы более нежели они имеем нужду в воспитателях, так как в простудке детей не могут быть велики, а наши бывают весьма велики. Наш пестун, воспитатель, скорбь. И так, не навлекая ее сами на себя, когда она постигает нас, будем переносить ее благодушно, как виновницу множества благ, чтобы нам сподобиться благоволение Божие и благ, уготованность любящим Его во Христе Иисусе Господе нашим, с которым отцу со святым духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.